Пророк, алейсалату ассалам, братья из его сообщений также о том, что будут покорены земли. Земли, что будет... мусульмане овладеют Йеменом, что они овладеют Шамом, Шам в то время под владычеством Византийской империи, что они овладеют Ираком, что они овладеют Египтом, что они овладеют Константинополем, сегодняшний Истамбул. Об этом сообщил пророк, алейсалату ассалам, посмотрите, барабну Азиб, один из подвижников, что он сообщает? Он говорит, приказал нам пророк, алейсалату ассалам, рыть ров. Когда это было? Когда мусульманам пришлось рыть ров вокруг Медины, когда полчища неверных, полчища неверующих, многобожников, собрались со всех концов аравийского полуострова, чтобы уничтожить Мухаммада и его сподвижников, чтобы погубить эту религию, чтобы не было ее. Многотысячное войско окружило Медину, и тогда пророк, алейсалату ассалам, приказал вырыть ров. И люди стали рыть ров. И говорит барабну Азиб, когда мы рыли ров, попалась нам скала твердая, так что мы не могли разбить эту скалу и вырыть ров. И тогда пророк, алейсалату ассалам, он пришел, взял мотыгу, спустился туда в эту яму, к этой скале, и сказал, взяв мотыгу, подняв ее, бисмиллях, во имя Аллаха, и ударил, ударил так, что треть этой скалы рассыпалась, субханаллах, и сказал тогда Аллаху Акбар, привели к Аллаху, уртитума фатиха шам, даны мне ключи от шама, то есть умма моя завладеет шамом, всеми этими землями. И я, говорит, он, клянусь Аллахом, вижу сейчас красные дворцы отсюда, красные дворцы шама, я вижу отсюда. Потом пророк, алейсалату ассалам, снова сказал бисмиллях, и ударил еще раз так, что еще треть скалы разбилась, и сказал тогда Аллаху Акбар, уртитума фатиха, фарис, привели к Аллаху, даны мне ключи от персидской империи, от персидского государства. И я, клянусь Аллахом, вижу сейчас эти города, я вижу белые дворцы отсюда, с этого моего места, белые дворцы Персии. И затем он сказал бисмиллях, и ударил в третий раз, и скала полностью рассыпалась, и сказал он Аллаху Акбар, уртитума фатиха, льяман. Привели к Аллаху, даны мне ключи от Йемена, и я сейчас вижу врата, ворота города Санаа, с этого места моего, йеменский город Санаа. Когда он это все говорил, в каком положении мусульмане? Окружены многотысячной толпой, так, как сказано в Куране, что сердца людей подошли к горлу от страха. Взоры их исказились от страха, потому что маленькогорский мусульман в этом городе, слабые, вокруг многотысячная толпа. А пророк Алиса Атусам что им говорит? Завладеете вы Шамом, завладеете вы Йеменом, завладеете вы Персидской империей, и, субхану Аллаху Алису. И говорит, в другом сообщении сказал, так же с подвижником, он сказал, завладеете вы Йеменом, так, что люди соберутся вместе со своими семьями и переедут туда, и с теми, кто подчиняется, им переедут туда, в Йемен. Часть людей из Медины, пророк Алиса Атусам говорит, но Медина лучше для них, если бы они знали. То есть, они поехали туда, потому что жизнь там лучше, не такая, как в Медине. Они уехали туда со своими родами, со своими семьями, пророк Алиса Атусам говорит, а Медина для них была лучше, если бы они остались там. Потому что Медина благословенный город. Вера возвращается туда, как змея возвращается в свою нору. И дальше он сказал, и будет открыт Шам, то есть, завладеете Шамом. И люди соберутся, часть людей, и отправятся вместе со своими семьями туда, чтобы жить туда, и теми, кто зависит от них, но Медина для них лучше. И будет открыт Ирак, будет открыт Ирак, и тоже люди соберутся и отправятся туда вместе со своими семьями, и теми, кто зависит от них, но Медина для них лучше. И говорит пророк Али-Иссалатусам, я увидел столб, столб из света, который вышел из-под моей головы и устремился к Шаму, пока не закрепился в Шаме. То есть это было знамение, ему уведомление от Аллаха, что Шам будет землей Ислама. То же самое про Мессор, Египет. Пророк Али-Иссалатусам сказал с подвижником, вы завладеете Египтом, землей, в которой упоминается слово карат. Относитесь к жителям Египта хорошо, потому что они, во-первых, у них есть право на неприкосновенность защиту вашу, а во-вторых, еще есть родственная связь с вами. Какая родственная связь? Мы знаем мать Исмаиля Али-Иссалатусам, Аджар, она была египтянкой, родом из Египта.